Сегодня делаем блок SRS Toyota Prius 2017 год Внутри стоит процессор RENESAZ 1797 Делать будем с помощью MD флешера Итак, давайте его разберем Вот наш процессор RENESAZ стоит Значит, для того, чтобы его загнать в BUD режим Нам нужно на RENESAZ подать через сопротивление 15 кОм плюс 5 вольт Итак, мы подключили питание блока Вот по этой схеме И давайте включать зажигание Открываем MD флешер Блок у нас Toyota DENSA На процессоре RENESAZ Значит, процессор у нас стоит там 97 Имейте в виду, обязательно ставьте Потому что 97 Имеет объем 512 кБ Если вы вычитаете 256 кБ То потом будут проблемы с блоком Поэтому ставим 97 процессор И делаем идентификацию Все, пожалуйста, идентификация выполнена Вот номер блока и ошибки Теперь нам нужно прочитать по BD флеш Мы сейчас ее прочитаем и сохраним Десять до 200 кБ Значит, пишем, что это у нас РИУС и номер блока 89, 170, 47, 600. Вот когда он пишет недопустимое имя файла, сюда, значит, в конце нужно поставить BIN. Вот так. Теперь она сохраняется. Если у кого-то были такие проблемы, значит, расширили BIN. Просто ставьте и все. Вот флэш у нас сохранена на рабочем столе. И теперь флэш нам нужно стереть. Поставьте резистор, переведите блок в BOOT MODE. Смотрим, что нам нужно сделать, чтобы перевести в BOOT режим блок. Во-первых, нам нужно отсюда отпаять резистор, который идет на ножку RESET. И поставить сопротивление на RESET и плюс 5 вольт. То есть вот сюда и вот сюда. Смотрим, где у нас по схеме на оплате стоит резистор этот. То есть вот он. Вот этот резистор мы должны удалить. И вот сюда, и вот сюда припаять 15 кОм. Давайте сначала очистим немножко лак. Потому что все это лаком покрыто. Чтобы был хороший контакт. Вот это место только мы почистим. Добудем припаиваться. Резистор отпаян. Кладем его на видное место, чтобы потом запаять назад. Резистор отпаян. Припаиваем очень хорошо, чтобы был контакт. Сопротивление, напомню, 15 кОм. Включаем зажигание. И переводим блок в бут режим. Нам нужно нажать вход. И получаем вот такую вот ошибку. Это свидетельствует о том, что блок у нас новый, 17-го года. И драйвер стоит фрискейл. Через ABD в бутмод загнать этот блок невозможно. Мы флеш стерли. Сохранить мы ее сохранили на рабочем столе. И теперь будем работать только по UART. Другого решения для этого блока нет. Итак, UART адаптер мы подключили по схеме. Обратите внимание, что написано в справке. Подключаетесь либо к внешнему разъему блока. Даете 12 вольт. Собственно говоря, мы сейчас так делаем. Либо туда не подаете ничего, но подаете 5 вольт с внешнего блока питания уже на контакты ВЦЦ. То есть прямо в схему. Вот этот момент учтите. Значит, вот еще раз. Подключить можно просто через сопротивление, а можно к РТС UART адаптера. Здесь то же самое. Я сделал напрямую. MD0 подключил на массу. MD1 я подключил на 5 вольт 4,7 кОм. Рассет взял отсюда. И TXRX, естественно. Итак, после подключения мы адаптер нашли. Вот он, наш адаптер. Включаем зажигание. И читаем ID. Итак, ID прочитан. Значит, можем загрузить файл из базы. То есть вот Toyota находим. И наш блок 47600. Можно загрузить отсюда. А можно открыть ранее считанный файл, который мы, собственно говоря, сохранили на рабочем столе, когда читали через ABD. И вот этот файл. Давайте его и запишем. Запись не пошла по причине неправильной установки кварца. Нужно выставить кварц на 10 МГц. И тогда запись пошла успешно. Флэш и EEPROM стерлись. И сразу же записывается. Из базы файл. Примерно 7 минут где-то пишется. Если система в процессе прочитать прочитала ID, да? Вот даже показано 80 МГц, да? Если она прочитала, но при записи она пишет BITRATE NOT OK, значит мы ставим частоту внешнего кварца на 10 МГц. И тогда уже вот запись пошла. Сейчас записываем флэш из базы данных. MD флэшера. Сейчас идёт верификация. В общем, если вам не удалось сделать модулем SRS Toyota Denso, то есть флэш вы стёрли, по ABD флэш стёрли, а записать не смогли. Даже в паевый резистор и так далее, и так далее. То модуль RENESAS UART всегда вам поможет. То есть вы можете взять из базы данных файл, записать в него. Либо свой сохранённый, когда читали через ABD. Ещё раз про кварц. Смотрите, если у вас при записи, при чтении это не принципиально, ну, при ID. Вот он написал даже ID 80, а пришлось писать на 10. Так что смотрите внимательно и не пугайтесь, когда у вас пишет BITREAD NOT OK. Это означает, что частота кварца не совпадает. Ставим на 10 и всё. И дальше уже пошла запись. И всё пишется. То есть предварительно он стирает и флэш, и EPROM, и дальше уже пишет флэш из базы, либо вашу. Так что пользуйтесь, всё восстанавливается, всё прекрасно работает. Теперь мы открываем модуль Toyota DENSA и делаем идентификацию после того, как мы это и целую сделали. Идентификация прошла успешно. Значит, номер 89-170-47-600 ID. Всё как положено. Субтитры подогнал «Симон»